У великих держав участниц войны был еще один вид оружия, ужасные последствия, беспощадность которого была доказана практикой Первой мировой войны. ОВ, отравляющие вещества, газ, газовые атаки, они начались на Западном фронте в 1915 году и перешли потом на Восточный. К примеру, под Варшавой от газовых германских атак погибло около полумиллиона солдат и офицеров русской императорской армии. Изобретателем и главным энтузиастом химического оружия был германский химик Фридс Хаббер. Хаббера завораживало зрелище газовых атак. Несмотря на то, что его жена Клара Хаббер покончила жизнь самоубийством в знак протеста против занятий своего мужа, в конце концов и Фридс Хаббер убьет себя, но это будет не из-за угрызений совести, а из-за последствий тяжелейшей болезни. Химическое оружие было в арсеналах и Германии, и Великобритании, и Советского Союза, и в очень больших количествах. Время от времени возникали слухи о том, что гитлеровская Германия готовится к использованию химического оружия, и тогда Черчилль выступал с суровыми предостережениями. Иногда он это делал по просьбе Сталина. Но у нас нет никаких документальных доказательств того, что гитлеровская Германия или какая-либо другая страна готовилась применить отравляющие вещества. Аргумент о том, что Гитлер, который сам был отравлен английской газовой атакой на Западном фронте, даже на некоторое время ослеп, и потому, мол, из гуманных соображений отказался применять отравляющие вещества, мне не кажется серьезным. Дело, наверное, в том, что после поражения Люфтваффе в битве за Британию, Гитлер понял, что воздушное пространство Германии очень уязвимо. К тому же, после присоединения к английской королевской авиации военно-воздушных сил Соединенных Штатов, стало ясно, что союзники способны газовыми облаками закрыть всю Германию. Так это или не так? Но мы знаем, что химическое оружие не применялось на основных фронтах Второй мировой войны. Правда, мы знаем, что немцы использовали окись хлора в керченских каменоломнях, а американцы и прит на островах Тихого океана, чтобы выкуривать японских солдат из их оборонительных нор. На втором этапе Курской битвы в наступление перешла Красная армия. Несмотря на потери в людях и технике в оборонительных сражениях, советские фронты имели значительные резервы, превосходящие возможности вермахта. К примеру, несмотря на потери в боях около 2300 танков в июле, в августе Центральные Воронежские фронты получили около полутора тысяч боевых машин и пять полков самоходных орудий. Германия восполнять потери в тысячных исчислениях не могла. Для нее и производство нескольких сотен новейших танков представляло большую проблему. Советский тыл с его самоотверженным трудом превращался в решающий фактор войны. В начале августа Брянские Центральные фронты продолжали наступление на подступах к Орлу. Немцы закапывали свои танки, и упорной обороной нанесли большие потери 4-й танковой армии генерала Василия Баданова. В конце концов, германское командование испугалось окружение своих войск в Орловском выступе и вывело их на запад. 5 августа Орел был освобожден частями 63-й и 3-й армии. На южном участке в наступление перешли стоявший в резерве Степной фронт генерала Ивана Конева и Воронежский фронт Николая Ватутина. 3 августа 1943 года войска Воронежского и Степного фронтов во взаимодействии с 57-й армией Юго-Западного фронта начали знаменитую Харьковско-Белгородскую наступательную операцию, более известную под кодовым названием «Полководец Румянцев». В этой операции участвовали 7,5 советских армий. Уже после 5 августа в связи с освобождением войсками Брянского фронта Орла, а войсками Степного и Воронежского фронтов Белгорода в Москве состоялся первый знаменитый в истории Великой Отечественной войны салют в честь освобождения очередного советского города. Командующий войсками группы армии Юг генерал-фельдмаршал Манштейн с тревогой смотрел на то, как все более расширяется брешь северо-восточнее Харькова, которая к 12 августа 43-го года составила уже 55 километров между отступающими войсками 4-й танковой армии и оперативной группой генерала Вернера Кэмфа. Уже к 12 августа в советские войска Степного фронта вышли к обводу внешнего оборонительного кольца. Вокруг Харькова Манштейн поставил перед Гитлером вопрос о немедленной эвакуации этого важнейшего, в общем-то, четвертого по значимости города Советского Союза. Однако Гитлер занял непримиримую позицию. Падение Харькова, говорил Гитлер, может неблагоприятно отразиться на политической позиции Болгарии и Турции. Однако Манштейн, наученный горьким опытом Сталинграда, не собирался ради высокой дипломатии царять почти что целую армию. И 22 августа 1943 года войска генерала Вернера Кэмфа оставили Харьков. Вскоре после этого события оперативная группа Кэмфа была преобразована в 8-ю армию вермахта. Последнее сражение за Харьков в августе 1943 года было очень симптоматичным именно с той точки зрения, что с этого момента перед вермахтом вставала весьма проблематичная дилемма. Либо, выполняя любой ценой приказ фюрера, нужно было удерживать занимаемую территорию, но это приводило неизбежно к окружению и разгрому со стороны превосходящих в техническом особенно отношении сил противника, сил Красной Армии, либо нужно было оставлять территорию. Но оставление территории однозначно означало то, что война на Восточном фронте неизбежно повернула на Запад. Пятого августа при случайной бомбежке погиб один из перспективных советских военачальников генерал армии Иосиф Апанасенко. Первые два года войны Апанасенко командовал Дальневосточным фронтом и получил несколько благодарностей Сталина за хорошо подготовленные и обученные войска, сыгравшие немалую роль в победах под Москвой и Сталинградом. В боях на острове Сицилии англо-американской армии не сумели отрезать немецкие дивизии от Миссинского пролива, отделявшего остров от материковой Италии. Немцы сумели сосредоточить авиацию для прикрытия пролива и в течение двух недель, с 3 по 17 августа, сумели не только успешно переместить свои войска на материк, но эвакуировали и всю тяжелую технику. Сегодня среди военных историков нет единства по проблеме стратегических бомбардировок. Как, например, оценить разрушение Рима английской авиации 13 августа, после чего на следующий день, 14 августа, итальянское правительство объявило Рим открытым городом. В этот же день при бомбардировке Милана английской бомбой был разрушен знаменитый театр Ласкало. Подобные действия имели цель запугать мирных жителей, но именно в Италии в этом было мало смысла, потому что после эвакуации германских дивизий с острова Сицилия на материк уже военное господство принадлежало немцам, и они из-под воль готовились разоружить итальянскую армию и взять бразды правления в свои руки. Так что запуганный или не запуганный итальянский народ мало что мог сделать. Или еще один пример. Разрушение двумя налетами английской авиации старого немецкого города Любика, через порт которого Международный Красный Крест передавал военнопленным посылки. Западным, конечно, советские военнопленные не получали ничего, кроме издевательств и страданий. Когда после войны историки узнали о том, что несмотря на тотальные разрушения германских городов, немецкая военная промышленность продолжала увеличивать объемы своей продукции вплоть до ноября 44-го года, то многие из них призадумались, а некоторые сразу квалифицировали разрушению немецких городов как варварство. Конечно, оценки меняются вместе с эпохами. То, что является хорошим в дни войны, после войны, может быть уже ужасным и безнравственным. Служивший в оккупированном Париже немецкий философ и писатель-фронтовик Эрнст Юнгер получил письмо от жены и записал в дневнике. Налет на Ганновер произошел в полдень, когда она работала в саду. Ребенок испугался и прочел длинную молитву. Центр города пустошен. Я никогда так ясно не сознавал, как теперь, читая эти строки, что города как сновидения. Их можно легко стереть, когда наступает рассвет, но в нас они продолжают жить на неслыханной глубине, в неразрушенном пространстве. 29 августа лопнуло германское терпение по отношению к местному самоуправлению в Дании. Германия отменила полномочия всех датских институтов власти и взяла бразды правления в руки оккупационной немецкой администрации. Но главным для Гитлера, конечно, было продление договора со шведским королевством. 20 августа 1943 года Швеция прекратила транзит через свою территорию германских военнослужащих, так называемых солдат-отпускников. Еще в конце июля 1943 года шведский посланник в Берлине Рикерт передал по этому поводу правительству Рейха соответствующую ноту. Нужно сказать, что за период с лета 1942 по лето 1943 года через территорию Швеции проследовали порядка двух миллионов солдат вермахта. А предыстория этой ситуации, вне всяких сомнений, заслуживает внимания. Уже в самом начале Второй мировой войны воюющие страны рассматривали Швецию в первую очередь как поставщика важных стратегических материалов. В первую очередь, разумеется, сырья. По торгово-экономическому соглашению между Швецией и Германией Германия получала из Швеции железную и цинковую руду, целлюлозу, а также готовую промышленную продукцию, необходимую для военной промышленности Германии. Речь идет в первую очередь о шарикоподшипниках. При всем при этом шведский нейтралитет в первые годы Второй мировой войны был выражен на прогерманских. Но после Сталинграда и в особенности после Курска летом 43-го года Швеция все больше и больше стала ориентироваться на страны антигитлеровской коалиции. В 43-м году в Лондоне прошли переговоры между представителями Великобритании, Соединенных Штатов, Швеции. И на этих переговорах представители антигитлеровской коалиции достаточно твердо и решительно потребовали от Швеции прекратить транзит военных грузов через территорию этой страны, прекратить предоставление кредитов нацистской Германии. И был выдвинут еще целый ряд требований. И уже с лета 1943 года поставки Швеции и Германии были в значительной мере сокращены. Про возглашена независимость Бирмы в союзе с Японией. Норвежское правительство Виткуна Квислинга объявило войну Советскому Союзу, используя в качестве предлога бомбардировки советской авиации территории Норвегии, оккупированной немцами. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер назначен министром внутренних дел Германии вместо Вильгельма Фрика, ставшего протектором богемии Морави. В Софии 28 августа от сердечного приступа умер болгарский царь Борис Третий. В Советском Союзе открыты 11 суворовских училищ для обучения подростков военному делу. 1 августа английские самолеты Сандерленд потопили две подводные лодки. На следующий день еще две. За весь август центральной и северной Атлантики немцы потопили всего 4 судна, потеряв 26 подводных лодок. Подводный флот Германии нуждался в техническом усилении, и немцы работали над модернизацией своих подводных кораблей. Но обгонят ли технические инновации субмарин развитие противолодочных средств союзников, мы увидим это в следующих сериях нашего фильма. Гросс-адмирал Карл Денец родился 16 сентября 1891 года. Сын инженера оптика. Первую мировую войну встретил флаг офицером крейсера Бреслау в Черном море. С января 1917 года начал службу на подводных лодках. Воевал в Средиземном море. В октябре 1918 года, командуя подводной лодкой У-68, после потопления английского транспорта УПЭК, Деннису пришлось затопить субмарину и сдаться в плен. С 1935 года капитан первого ранга Деннис занимался воссозданием подводного флота Германии. Отец германских подводников пользовался уважением и любовью своих подчиненных. Имея в своем распоряжении ограниченное число пригодных для действий в океане субмарин, с начала Второй мировой войны до конца 1940 года добился крупных успехов в войне на море. В январе 1943 года Деннис был назначен главнокомандующим военно-морским флотом Германии, но сохранил за собой и фактическое руководство подводным флотом. После большого успеха в марте 1943 года немцы начали терять значительное число своих подводных лодок при минимальных победах, что заставило Денниса сделать оперативную паузу в начале осени 1943 года. В августе лидеры США и Великобритании провели очередную встречу в канадском городе Квебек. Черчилль и Рузвельт обсуждали проблемы ведения войны. В ходе этой встречи обсуждались важные вопросы, связанные с дальнейшим уточнением и дальнейшей выработкой военной стратегии союзников в ходе продолжавшейся Второй мировой войны. В частности, рассматривался вопрос о стратегических направлениях, которые должны были стать приоритетами во второй половине 1943 и в 1944 году. Рассматривался вопрос, сопряженный с неизбежным грядущим выходом из войны Италии, и в этой связи обсуждалась достаточно всесторонняя ситуация на Балканах. Особое внимание Рузвельт и Черчилль уделили разработке дальнейшей подготовки к проведению операции «Оверлорд», операции, связанной с десантированием союзных войск во Франции. Был подготовлен доклад генерала Моргана, в котором называлась точная конкретная дата начала десантной операции – 1 мая 1944 года. Рузвельт и Черчилль одобрили доклад генерала Моргана и было предложено военным начальникам штабов продолжить уже детальную разработку плана этой операции. Ну и, кроме всего прочего, на встрече в Квебеке обсуждалась и дальневосточная стратегия союзников, а также ситуация на театре военных действий в Юго-Восточной Азии. В частности, рассматривался вопрос о перспективах возможного наступления через Бирму в Китай, рассматривалась ситуация, сопряженная с возможной перспективной высадкой американцев на Филиппинах и целый ряд других вопросов. Примечательно, что в самом конце конференции на завершающем пленарном заседании, которое прошло 23 августа 1943 года, прозвучала информация о том, что Япония должна будет быть поверженной не позднее, чем через год после того, как капитулирует нацистская Германия. Остров Узи-Дом на Балтийском море. В северной части острова Пенемюнде в 1936 году немцы построили испытательный авиационно-ракетный полигон. В декабре 1937 года на полигоне в Пенемюнде прошли первые запуски ракет. В дальнейшем в Пенемюнде проходили испытания моделей реактивных самолетов, ракетного оружия и другой военной техники. На этом полигоне немецкие ученые-конструкторы, во главе с генералом Вальтером Дорнбергером и инженером Вернером фон Брауном, значительно опередили другие страны в области ракетной военной техники. Английская разведка сумела многое узнать и оценить достижения противника. В полнолуние, в ночь с 17 на 18 августа, массированный английский налет бомбардировщиков основательно разрушил несколько важнейших объектов на полигоне. Больше всего пострадал жилой поселок. Немецкая противовоздушная оборона сбила 47 английских бомбардировщиков, но в целом продемонстрировала свои очевидные слабости. Через пять недель немцы восстановили все разрушенное и опытные запуски продолжились. 19 августа 1943 года в Восточной Пруссии раздался неожиданный выстрел. Этим выстрелом покончил с собой один из самых интересных генералов германских вооруженных сил в истории Второй мировой войны, начальник генерального штаба Люфтвафф и генерал-полковник Ганс Ешонок. Нет никакого сомнения в том, что этот молодой генерал, занявший столь ответственную должность в декабре 1939 года, сыграл неоценимую роль в истории германских ВВС. По крайней мере, то тактическое мастерство, которое демонстрировали германские пилоты на всех театрах военных действий, начиная с сентября 1939 года, та организация Люфтваффе была в известной степени заслугой именно Ешонка. В чем же была причина ракао-выстрела? Ответ на этот вопрос вполне вероятно скрывался в той записке, которую оставил самоубийца генерал-инспектору Люфтваффе Мильху. И именно в этой записке Ешонок просил Мильха, чтобы рейхс-маршал Герман Геринг и в коем случае не появлялся на его похоронах. Ешонок покончил с собой в состоянии сильного душевного волнения, которое было вызвано перманентным кризисом германских военно-воздушных сил, ставшего фактом летом 1943 года. Вполне возможно, что Ешонок осознавал, что если на Восточном фронте германские военно-воздушные силы еще обеспечивали действенную поддержку операциям наземных войск, то на Западе противостоять воздушным армадам союзников было просто нечем. Парировать англо-американские бомбардировки, германских городов и промышленных объектов казалось невозможным. На Тихом океане продолжались морские сухопутные бои на Соломоновых островах. Американское командование решило не вести сражения последовательно за все острова, а перепрыгивать через острова, на которых находились сильные японские гарнизоны, которые будут обречены с учетом американского господства в воздухе и на море. Для торжества этой стратегии немалую помощь оказывали американские подводники, парализовавшие транспортный флот Японии. У их противников в августе был всего лишь один крупный успех. Японская подводная лодка И-22 7 августа потопила тремя торпедами американский авианосец Лис Битвей. Американцы усилили нажимы на севере в районе Алиутских островов. Правда, захват ими островов Кыска и Адак был курьезным. Шесть дней острова подвергались артиллерийским обстрелам и бомбардировкам. Но когда на остров Кыска высадилась морская пехота США, то выяснилось, что там уже давно не было ни одного японского солдата. Остров Адак тоже не оборонялся. Японцы скрытно эвакуировали свои гарнизоны. Одной из самых странных версий Второй мировой войны, не обеспеченных никакими свидетельствами или документами, является утверждение западных историков, а оно даже попало в некоторые биографические словари, утверждение о том, что в августе 43-го года нарком по иностранным делам Советского Союза Вячеслав Молотов в украинском городе Кировограде, оккупированном тогда немцами, вел переговоры с министром иностранных дел Третьего рейха и Ахиевом фон Риббентропом. По утверждениям западных историков, они, конечно же, обсуждали проблемы сепаратного мира между Германией и СССР. Надо сказать, что Молотов в годы войны почти ежедневно бывал в кабинете Сталина. Я просмотрел журнал посетителей кабинета Сталина за август 43-го года, и там есть два окна, в которые мог бы Молотов попасть в Кировоград. С 12-го по 16-е и с 24-го по 29-е августа. Так что, если эти переговоры и состоялись, то, скорее всего, в конце августа 43-го года. Но, повторяю, это абсолютные фантазии. У нас нет никаких документов, никаких свидетелей, никаких фактов, позволяющих утверждать то, что Молотов в августе 43-го года в оккупированном немцами Кировограде вел переговоры с Ахиевом фон Риббентропом. А чем был занят в эти августовские дни свергнутый диктатор Италии Бенита Муссолини? Новое итальянское правительство прятало его сначала на островах Адриатического моря, а затем в горных районах Северной Италии. Дуччо не стремился вернуться во власть, начал писать мемуары, вел дневники. По истечению двух недель записывает Муссолини 9 августа. Я так и не знаю, кто я, а точнее, кем стал. Мне нетрудно поверить в то, что миллионы итальянцев, которые славили меня вчера, сегодня ненавидят и проклинают день, когда я родился, место моего рождения и весь мой род, как живых, так и уже умерших. Август заканчивался на Восточном фронте наступлением Южного фронта и освобождением Таганрога. Город, о котором Петр Великий думал, как о будущей столице Российской империи, после ухода оккупантов, был сильно разрушен и безлюден. Третье военное лето развеяло в сознании тысячи тысяч наших солдат и офицеров тот трагический стереотип, что летом успехи военные могут быть только на стороне вермахта. После того, как Красная Армия вырвала стратегическую инициативу на Курской дуге, после того, как русские летчики обескровили элиту национал-социалистского воинства Люфтваффе, немцы уже не имели того преимущества в воздухе, с которым они начинали войну. Изменился даже внешний вид наших солдат. Вот у меня в руках две фотографии. Одна сделана в сентябре 41-го года, а другая после того, как эти же два солдата прошли огонь и воду, и медные трубы Курского сражения. Фотография августа 43-го года. Это словно два совершенно разных человека. Здесь уже нет той задумчивой растерянности, потерянности сентября 41-го года. Эти солдаты уже знают, что надо делать. Они знают, что их тяжелый, кровавый, ратный путь в конце концов приведет нас к победе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok